Слава на Бога! Сегодня нам послужит служитель, который к нам приехал из Нижнего Новгорода. Нечто не послужит един служитель, который дошел от Нижнего Новгорода. От Евангельско-Христианско-Церква. Баптистов. На баптистите. Давайте поприветствуем Сергей Козин. Давайте поприветствуем Сергей Козин. Слава на Бога! Я благодарю Господа, моего Иисуса Христа, кто мне даровал возможность сегодня быть в Церкви Божьей. С Божьим народом. Поддержать друг друга нашей общей верой. 25 лет назад я и моя супруга Людмила приняли веру в свое сердце, в свою жизнь. Приехме в яро в свое живот, в свое сердце. Как Господа и Спасителя. Приехме Иисус Христос, кто Господ и Спаситель. И с тех пор вместе служим в Церкви Христовой. И вот там на Татак служим во Божьей церкви. Благодарю Бога, что вы мои дети, и вот семья моей дочери, Олег и Наташа, служат вместе с нами, они были здесь, дам на нас. Олег и Наташа служат заедно с нас, билися наскоро тук. Они передавали всем привет и благословение. Проштыха на всички. Да, да, да. Проштыха на всички благословения. Их Бог тоже благословил быть в общении с народом Божьим. И Бог соштыхи благословил для Сава Божьей. И они обязательно просили меня вот передать благословение. Привет вам, дорогие братья и сестры. И мы помолимся, да вы предадим благословение. Когда я проповедую об Иисусе Христе, я всегда свидетельствую, как Бог действует в моей жизни. Винаги свидетельствуем за то, как Бог работает в мой живот. Как мне помогает. Защищает. Защитает. Благословляет. Благословит. И тема сегодня моей проповеди. И днешняя тема на проповеде. Победа в воскресенье. Победа на воскресенье. И ключевой стих из первого послания Коринфянам. И ключевых стихи от первого послания Коринфянам. 15 глава. С 55 текста. От 55 стих. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Аминь. Аминь. Сегодня Бог благословляет нас, верующих в Иисуса Христа, в Его церкви, принять причастие, тело и крови Христовой, към тялото и кръвта на Христос. Через хлеб и вино, като видим изнаци, които символизируют распятое тело, пролета кровь Иисуса Христа, за наши грехи. Христос умер 2000 лет назад на Голготском кресте за нас. Христос и починал преди 2000 години на Голготске, крест за нас, но и воскреснул. Третий день. Для оправдания нашего. А если Христос не воскрес, Ако Христос не е възкреснал, то наша вяра не е истинска. Апостол Павел пише в Първо послание к Коринфино. И днес исках да споделя моите мисли с вас. Какво за мен това означава? Възкресяването на Иисус Христос. Неговата победа над смъртта. Как тя влияе върху мое живот. Я выделил 4 очень важных факта для меня, которыми я хотел с вами поделиться. Четыре много важных фактов в мое живот, който исках да споделяся с вас. Первое. Первое. Христос умер за нас и воскрес. И Он с нами во все дни до кончания века. Христос е умрял за нас, и Той е с нас до края на вековете. Я не один. Аз не съм сам. Со мной Бог. С мен е Бог. Могу говорить с Творцом. Могу да говоря с Твореца. Он доступен. Той доступен. Он слышит. Той чува. И отвечает. И отговаря. За много столетия до прихода Иисуса Христа, за много столетия преди Христос да дойде, Пророк Исаия говорил народу Божьему. И так сам Господь даст вам знамение сие. Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя, Иммануил, что значит с нами Бог. Бог во Христе явился нам небывалым и непостижим образом. Бог е дошел при нас. Явился небывалым и непостижимым. Бог се явил по непостижим начин за нас. Языческие народы могли себе представить Бога Великого. Можеха да си представят Велик Бог. Бога Небесного. Небесен Бог. Как бы воплощающего все великое и истинное, и дивное. Осем человек может мечтать на земле. Но только Бог мог открыть человеку, таким Он открылся в воплощении Христовом. Бог стал одним из нас. Бог и станал един от нас. Но не в славе. А в немощи. Беспомощным и обездоленным. Уязвимым и как будто побежденным. Презремным для всех, кто верит только в силу и в земное величие. Презремным, кто верит только в силу и в земное величие. Вот каким явился перед нами Бог. Это каков сия явил Бог за нас. Потому что Он захотел стать одним из нас. За чтото е поискал да стане един от нас. Чтобы ни один человек на земле не стадил своего Бога. Да не се е срамил от своя Бога. Будто Бог так велик. Так далек. Сякаш Бог е така велик, толково далеч, что к Нему доступа нет. Че няма доступ к Нему. Если ты сегодня Христов, ты не один в этой жизни, не си сам в този живот. С тобой Бог. С тебя Бог. Это особенно проявляется, когда в жизни возникают стесненные, даже может быть трагические обстоятельства. Това особенно се проявява, когато в живота возникват различни трагични обстоятельства. Когато има трагедия в живота, все равно человек остается в этой ситуации в одиночестве. Сякаш човек само става в тази ситуация. Своими переживаниями. Със своите переживявания. Истинаниями души. Със викивати на душата. Даже если родные и близкие запереживают вместе с Ним. Даже ако близките и роднини го переживяват с Него. И към кого да се обърнеш, ако болит душата, кто может услышать, я ответил. Я с этим столкнулся 35 лет назад, когда умер мой отец. Так получилось в моей жизни, така се случила в моем живот, че моите родители ушли из жизни с интервалом в 30 лет. Я провожал обоих а не уходили из земноя жизнь на моих руках. Я могу сказать, что смерть близкого человека, с которым соприкасаешься, с която се сблъскваш непосредственно, это и серьезная остановка в твоей жизни. Смерти Бог не творил. Она чужда души человека. Смерть Бог не творил. Бог не е творил смърта. Ця е чужда за душата, сотворенного по образу и подобие Божия. Я любил своего отца. А с обичих бащами. Это был добрый, сильный человек. Много лет служил в военно-морском флоте. И вдруг болезнь. Изведнащь болезнь. И страшный диагноз. И страшная диагноза. Онкология в четвертой стадии. Онкология в четвертой стадии. И спасения нет. Нямо спасения. Этого не может быть, сказал я. Твоя нямо да може да истина. Здесь какая-то ошибка. И манякаква грешка. Я его возил в различные клиники. Профессорам и академикам. Ездил в другу республику. Ходих в друга республика. За чудо лекарство. За лекарство. Чудо лекарство. За някакво чудо лекарство. Но все четно. На всичко било напразно. Приговор не более двух месецов жизни. Казаха не повече от два месеца има. Но он жил и угасал 7 месецов. Но е живял и угасал 7 месецов. И все это было на моих глазах. Тогава живяхме в СССР. Вместе с своими родителями. С моите родители. В малък двустайн апартамент. И каждый день. И всеки ден. Я встречался с своим отцом. Аз се изблъсквах с бащами. Он ничего не просил от меня. Но его глаза говорили о помощи. Но неговите очи са говорили за помощ. Са викали за помощ. Но я ничего не мога му дати. Моят баща. 53-летний мужчина. Который был всегда рядом. Която винаги е бил до мен. И вдруг его не стало. И изведнъж го няма. Больше нет. И никогда не будет. И няма да го има повече. Почему? Защо? Как же так? Как? И у меня наступило одиночество. Со своими мыслями. И се сблъснах с одиночество. С самота. С моите мисли. Депресия. Депресия. Какая-то безнадежность. Някаква безнадежност. Я 30-летний мужчина. Аз съм 30-ти годишен мъж. Не знал Бога. Не знаех за Бог. Для меня Пасха. Победа в Воскресение. Исуса Христа. За мен Велик ден. Воскресението на Исус Христос. Нищо не е значило за мен. Я страдал в одиночество. Аз страдах в самота. Прошло 10 лет. Минали са 10 години. После смерти отца. След смъртта на баща ми. Когато в моя живот. Прошла встреча с Исусом Христом. В мое душе. И воскресение Исуса Христа. Като надежда. Като врата. Като врата. Към по-доброто и совершено. И жизнь приобрела осмысленность. И живота е станал по-смысленно за мен. Целостность. Направленность. По-направлен към цялто. И второе. И второе. Което значи за мен победата на възкресението. У меня ес мисия на земле. Имам мисия на тази земя. Бить свидетелем. Да бъда свидетел. Исуса Христа. На Исус Христос. Я могу быть лучше. Аз мога да съм по-добър. Делай доброе. Да правя добро. Отказываться от плохого. Да се отказувам от лошото. В Евангелието от Матей. Написано. Пише. И так будьте совершенны. И бъдете совершенни. Как совершен Отец ваш Небесный. Както бил совершен ваш от Небесен Отец. Амин. Исус говорит. Будьте Мне свидетелями. Бъдете Моите свидетели. Не обо Мне. Не за Мен. А именно Мне свидетелями. А Моите свидетели. То есть вы будете представлять Меня в этом мире. То есть, ще Ме представите в този свят. Вы покажете Меня людям. Ще Ме покажете за хора. Както пише апостол Павел. В Письмо Христово. В Христово Письмо. Вы наше Письмо. Ви сте наше Письмо. Написано в сердцах наших. Което пише в нашите сърца. Узнаваемые и читаемые. Тези, които могат да се прочитат и да ги забележат. От всички хора да бъдат забелязани, прочитени. Что вы. Съ себе си показвате, че ви сте Христово Письмо. И сегодня, наверное, нужно меньше волноваться о том. И днес трябва помалко да се грижим за това. Какое место. Какое место. Занимаем в этом мире. Займаме в този свят. И больше о том. И повече за това. Какое присутствие. Какое присутствие. Предлагаем людям. Предлагаме на хората. Будем скромни сердцем. Да бъдем скромни в сърцата. Но верный духом. И верный с духа на нашия Господь Исус Христос. Бог разчита на нас. Бог в нас верит. Бог вярва в нас. Бог стои стражем нашего человеческого достоинства. Бог е охранник на нашето човешко достоинство. Бог хранит наше чести. Бог храни нашата чест. У меня есть знакомый мой брат во Христе. Имам един познат. Моя брат во Христос. Он успешен предприниматель. Той е успешен предпринимател. Живет в Москве. Живее в Москве. Но Бог му е дал такова способност. Да провежда големи благотворительни акции. Където той жертва своите средства. Он также приглашает многих крупных бизнесменов. И също така как они, големи бизнесмени, да участват. После этого мероприятия, он проводит большой благотворительный вечер. Голяма благотворительна вечеря. Къде он рассказывает об Исус Христе, о своей жизни. Където рассказывает за Исус Христос, за своя живот. И говорит, как Бог его ведет по этой жизни. Как Бог го води в този живот. Как помогает. Как помогает. И къде эти средства пошли на этой благотворительности. И къде всъщност уциват средствата от тази благотворительности. От тесно этого года, на таком вечере. През пролета тази година, на такава вечер. Был дано слово одному крупному предпринимателю России. Е била дадена дума на един голям предпринимател на Русия. Он занимает 85 место по версии журнала Forbes. Заима 85 место в рейтинга на Forbes. Он миллиардер. И он такие слова сказал. Я записал. И той казал тези думи, които ги записах. Мы слышим. Ние чуваме. Что хотим слышать. Което искаме да чуем. Видим. Виждаме. Что можем увидеть. Което можем да видим. Чувствуем большее, чем понимаем. Чувстваме повече, отколкто разбираме. Бог где-то рядом. Бог е някъде тук. И я живу. И аз живее. Что бы находил Бога в том. За да намирам Бог в това. Котори рядом со мной. В този, което е до мен. Что бы найти Бога в себе. За да намеря Бог в мен. Поэтому, когда Господь. За това, когато Господь. Воскрес. Евиск. 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 Мы ответственны за свою жизнь. Ни сме отговорни в наше живот. И свою миссию. И в своята миссия. Бог надеется на нас. Бог се надява. Ни сме надежда за Бог. Третий факт. Третия факт. Нет вечной разлуки с моими родными и близкими. Няма вечно разделение между нас и близките ни. Които вече ги няма тук с мен. И тук искам да кажа един стих от първо послание към Коринтини. От тринайста глава. Восьмой текст. Осми стих. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся. И языки умолкнут. И знание упразднится. Именно с этими словами. Точно с тези думи. Я провожала мою маму. Аз изпратих моята майка. Земной жизнью. От земния живот. Любовь. Никогда не перестанет. Няма да спре никога. Это же било другое время для меня. То е било другое время за мен. Со мной Христос. За смене Христос. Он поддерживает. Той ме подкрепя. Учит. Учи. Направляет. Направляет. Укрепляет дух твой. Укрепва моя дух. У моей мамы было заболевание крови. Моята майка имала заболяванието на кръвта. Которое приводило к постепенному ограничению подвижности. Което е водило до постепенно ограничавание на подвижността. Бог благословил меня. Бог ме е благословил. И я строил дом. И аз строих къща. Свой дом. Моята къща. Когато майка ми още е вървяла. Она приехала ко мне. Тя е дошла при мен. На эту стройку. Точно на това строительство. И сказала, что им такой большой дом. И казала, за какво ти е толкова голяма къща? И я показала, за самая большая комната в моем доме. И аз ей показах най-голямата стая в моята къща. И сказала, это будет твоя комната. И казах, това ще е твоя стая. Она говорит, зачем? И тя казала, за что? У меня своя квартира. Аз имам своя квартира. Я говорю, когда тебе будет плохо. И аз казвам, когато ще ти е лошо. Я сюда тебе привезу. Аз тук ще те докарам. Я здесь построю камин. Ще ти построю камин. Чтобы не было сюда тепло. За да ти е топло винаги. У нас в России зима холодная. В Русия са студени зимите. И я привез ее к себе домой. И последние пет лет. И аз ее доведох в къща. И последните пет години. И в земной жизни мы были вместе. Нейния земния живот не бяхме заедно. До того, как она могла еще ходить. Мы вместе ездили на богослужение в мою церковь. Хотя она придерживалась православной традиции. Но это не мешало нам вместе молиться. Но твани не пречало заедно до сё. Пшто мы до сей молим? Очень важно, чтобы свою любовь к ближнему Мы проявляли в конкретных делах. Да и проявляли в делатани. Когда уже мама не смела ходить. Куда-то майками вече не можешь да ворвить. Но чтобы каждый месяц она могла свершать причастие. Но с даможи да извершил причастие всякий месяц. Я познакомился с священником православной церкви. Аз я запознах со священником на православной церкви. Его звали тоже Сергей. И той също се е казвал Сергей. И все му обяснил. Всичко му обясних. Про себя разказал. Разказах за себе си. И он согласился. И той се е согласил. При одном условии. С едно условие. Чтобы я мог бы привезти и обратно отвезти домой. Че аз мога да го дакарам вкъщи и да го върна обратно. Потому что он жил в другом конце города. Защото е живял в другия край на града. Город большой. А града е голям. И путь съставлял около 30 минут. И пътя е бил около 30 минути. Знаете, это было благословение. Мы с ним общались. И твое вело благословение. Не кугаться, что вахме со снегу. И здесь не нужно забывать. Вот Петр в первом послании. В этой главе пишет. Третья глава пишет. Господа Бога, святите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благовением. Очень важно. Да святите нашия Бог в сердцах ви. Будьте винаги готовы за това, което иска от вас. С кротостью и благовением. Сейчас я скажу. В учетово ваше упование и дадете ответ с кроткость и благословение. Прово послание к Петер, глава 3, 15 стих. Это было благословение. Това было благословение. В конце нашей встречи. В края на нашата среща. Отец Сергей назвал меня брат Сергей. Отец Сергей к мен се обръщал брат Сергей. Слава Богу. Слава на Бога. Наступил април 2019 года. Мама уже не вставала с постели. Майка ми вече не оставила отлеглото. Но я сказала. Но аз ѝ казах. Если мы способны сделать глоток. Ако сме способны да направим една глотка. И да приемем едно парче хлеб. Не трябва да приемем причастие. Потому что мы исповедуем веру нашу. Понеже исповедуем нашу веру. Во Христа Иисуса. Во Христа Иисус Христос. Этому миру. И Он с нами. И то есть с нас. После этого причастия стало лучше. Твоя причастие да бъде най-добро. Она смогла не только пить. Но и немножко принимать пищу. И тя вечер започна не само да пи. Но и могла да еде малко. Наступил 28 апреля. Наступи 28 април. Пасха Христова. Пасха. Велик ден. Воскресяванието на Христос. Мы обняли с мамой. Ние се пригърнахме с майками. Поздравили друг друга. Чиститехме един на друг. Целунахме се. И сказал ей. И аз ей казах. Смърт вече не съществува. Господь въскрес. Господ е въскръснал. Мы поехали на богослужение. Отидахме на богослужението. А по прибытие. И когато пристигнахме. Мама стала уходить. Майка вече е започнала да се отива. И тя започна да има един страх. Сметение. Сметение. Ибо душа человека. Видимо чувствует ето переход. Понеже душата на човек винаги усеща този преход. Аз седнах до нея. Взял ее руко в свое. Взех ръката ѝ. Другой гладил ее голову. С друга ръка галих главата ѝ. И казвах. Ты не одна. Не си сама. Я с тобой. Аз съм с теб. И с нами Христос. И с нас е Христос. Он ждет тебя. И Той те чака. Мы не расстаем с навсегда. Ние няма да се сбугаваме завинаги. Потому что наша любов Никога няма да спре. Господь взял майка ми в деня на победата си над смъртта. В деня на възкресяването на Христос. Затова, братья и сестри, ако обичаме то любов, която Бог ни е дал. Низа вопреки. Всегда. Да. Эта любовь никогда не перестанет. Та за любовь никога няма да спре. И мне хочется... Я для себя написал такие слова. Я си написах и дни думи. Я немножко изменил. Малко промених. Что Павел писал Тимофею. Он писал так в втором послании Тимофею. И той така писал во второ послание на Тимофею. Подвигом добрым подвизался. Течение совершил. Веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды. Который даст мне Господь. Так тиш Павел. С добрия подвиг съм се поддигал. С течението совершил. Вярата сохранил. А сега се готови венеца на истината, който ще ми даде Господ. Я бих хотел сказать в конце жизни. И аз бих казал, че в край на живот... Подвигом добро му я подвизался. С подвиг, който съм се подвързал. Течението, който съм совершил. Течението, което съм совершил. Вяра и любов съм сохранил. А тепер мне готовится. А сега на мен ми се готови. Венец любви. Венец на любовта. И встреча. И срещата. С моими родними и близкими. С моите роднини и близки. Которые даст мне Господь. Които ще ми даде Господ. Четвърти и последния. Четвърти и последния факт. Възкръсна ли Христос, изганяя страх из нашей жизни. Възкръсналия Христос, примахва страха от наше живот. И дает место радости. И дава място на радостта. В 26-м псалме. В 27-м стихе. Псалом. В 1-м стих. Написано. Господь, свет мой, свет мой. И спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Аминь. Аминь. Действительно, Бог. Действительно, Бог. Изганяя страх. Той примахва страха. Когато мама ушла, я позвонил, аз с Сергею. Когато майка ми си е тръгнала, аз звънах на отец Сергей и му казах. Давайте проведем совместни богослужения, проводи мое мое. Дайте да проведем заедно богослужението, изпрашването на майка ми. Аз ще се моля. Да будете молиться. Вие ще се молите. Я прошу вас как священника. И аз отсидох при този священник. Сказать напутствие всем, кто съберется. А, и го помолих този священник да даде напът на всички, които ще се срещнат от Евангелието. Щобо каждый мог иметь надежда. Че всеки да има надежда. Пришел този день. Дойди този ден. Он приехал не один. Той не е дошел сам. С ним приехали четыре сестры. С него дойдоха четири сестры. От хора. От певчи. От певческия хор. Да. С бубенцами. С... Ну, бубенцами. Не знаю. Как не знаю касати. С венците. Я удивил се. Аз се изумих. Сказал Сергей. Казах Сергей. Сеодни будем петь радостные гимны. Днес ще радостные гимны. Днес ще пеем радостните химни. Потому что Господ в воскресенье свое в своето воскресването забирает верных. В зиму верните. И по нашей традиции эти люди блаженные. Тези хора с блаженни. И было богослужение. И мало богослужения. И я плакал. Аз плакал. Но это были слезы безнадежности. Не безнадежности. Ну, не... Это были слезы печали. Печали. Но не отчаяния. Не забили солзите на отчаяние. А радости. Не на тъжното. А на радостта. Что Господ ждет и принимает. Че Господ чака и приема своих. Своите. Тех, кто ему верит. Тези, които му вярват. Только на него надеются. Които се надяват на него. Които му служат. Знаете, в заключение я хотел сказать небольшую цитату из беседы одного христианского богослова. От беседы на один христианский богослов. Его зовут Антоний Сурожский. Он может быть малоизвестен в наших кругах протестантских. Он служил в Западной Православной Церкви в Англия. Но вся его жизнь была направлена на проповедь Евангелия. Он проводил много бесед с молодежью. На радио, на телевидение. И однажды его спросили. И веднъж го попитах. Владыка Антоний, что для вас победа в Воскресение? И он сказал. Господь нам завещал победную радость. Не радост за то, что мы обеспечены. Не радост за то, что нам легко живется. А радост за то, что можем любить. И не только с Своей любовью. Но Господней. Но и любовта на Господа. Можем благословлять. Можем да благославиме. Не своим только благословения. Не само с Своите благословения. Божьи благословения. Но и с Божиите благословения. И радост за то, что пред нами в этот мир, пред нас в този свят с этим же вошел Господь что победил любовь что не ушел Господь после крестной смерти от убивших его людей а остался в нашей среде а остался в нашей среде сегодня Господь с нами потому что Он сказал понеже я сказал и обещал где двое или трое соберутся Он будет с нами Той ще е с нас Той е тук нам не за чем искать Его где-то на небесах Он тут среди нас живой и действующий и творящ чудеса Он сроднился с нами Той се е сроднил с нас через свою любовь через свое понимание через свое прощение и милосердие чрез своята проща и милосердие никто и ничто никой и нищо не может нас не может да ни примахне от любви Христовой от Христовата любов ако няма сами да се откажем от нея поэтому будем делиться за това ще споделяме радостью победа в Воскресение радостта на победата на Воскресението с другими людьми с другими хора Господь с нами Господь и с нас это большая привилега и честь това е голяма честь а радость а радостта идет против астов математики тя върви против математика она умножается тя се преумножава когато се делим слава нашему Господу слава на нашия Бог Исус Христос че Той е с нас във всички дни до края на вековете Амин